МОДЕЛЬ ХПЛЮС После успешного завершения первого сезона проекта МОДЕЛЬ ХПЛЮС мы набрали новую группу второго сезона, и она увеличена по составу почти на 30%. Это говорит о том, что зрителям наш проект понравился, женщины нам доверяют. Состав участниц очень интересный. В группе девушки от 29 лет до 59 лет. По профессии это очень разнообразная категория людей. Есть секретарь-референт, есть экономист, есть финансовый директор. Хорошо у нас всегда представлена группа медиков и врачей. Они с интересом следят тоже за стилем и имиджем. То есть очень разнообразная публика. Есть пенсионеры, но эти женщины тоже хотят выглядеть хорошо. Поэтому они вместе с молодыми проходят этот интересный квест. Дочь у меня занимается в имидж-школе Светланы уже 7 лет. Сказала, что она разбирается в одежде лучше уже, чем я. Я всю жизнь работала в полиции. И поэтому не то, что проекта, я телевизорами видела. Сейчас, слава богу, можете меня поздравить. Я вышла на пенсию на заслуженную. Вот сейчас я могу посвятить себе время и уделить. И я очень счастлива, что я могу сделать что-то для себя. Создать, узнать, научиться, создавать лично свой образ, пользоваться какими-то секретами, украшать себя, как использовать аксессуары. И вообще просто общаться с женщинами, которые тоже сами хотят. Я думала, что будет сложнее, но вошла очень легко. Я узнаю каждый день что-то новое. Сегодня я впервые побыла моделью. То есть это такие эмоции непередаваемые. Ничего подобного совсем. Для меня все впервые новое. Практические и теоретические занятия в рамках проекта посвящены порой самым неожиданным темам. Так, например, в начале обучения девушки проходят брофитинг. Навыки подбора идеального нижнего белья. Оказывается, это не менее важно, чем собирать многослойность или сочетать разные типы принтов. Вот видите, что происходит с косточкой. Видите, как она передавала? Вот это неправильно подборно. Мне давили чашки, то есть после того, когда я примерила правильное белье, они уходили в правильном направлении, в сторону подборщины. И ничего не давило, но комфортно и удобно. Вообще о профитинге очень много узнала. Что это такое? Только сегодня узнала. Много полезного и как можно украсить свою фигуру, в том числе через использование правильного нижнего белья. Захотелось сразу приобрести, потому что на примере наших участниц это очень красиво, совсем по-другому смотрится на человеке и для здоровья женщин очень важно. По статистике, при выборе нижнего белья многие девушки обращают внимание на красоту комплекта, забывая про комфорт и удобство. Однако это еще не самое страшное. Неправильно подобранный размер, ткань изделия или модель может серьезно навредить нашему здоровью. Профитинг вообще это не только про красоту. Профитинг это в первую очередь про здоровье, потому что неправильно подобранное белье может нанести вред вашему здоровью. Как это проявляется? Когда вы покупаете бюстгалтер маленький по размеру, то есть наименьшую чашку, чем вам она необходима, у вас может где-то передавливаться что-то. Таким образом вы передавливаете лимфоузлы. Поэтому очень важно обращать на эти моменты внимание при посадке белья. Чаще всего ошибки допускают при подборе пояса, билд очень большой и очень маленькую чашку. Поэтому профитинг в первую очередь это про здоровье. Я учу женщин, как правильно подбирать белье, чтобы не наносить себе вред. Идеальное белье должно создавать правильную пропорцию. Неважно, худая ли женщина или полная. Также при этом важны анатомические параметры бюстгалтера, грации или корректирующих комплектов. Что значит правильное белье? Правильное белье нужно быть правильно подобранным. Если оно правильно подобрано, если вы знаете точно свой размер, то вполне возможно вы можете найти его в масс-маркете. Но как правило масс-маркет ограничивает нас несколькими размерами. То есть это 70, 75, 80, чашки А, Б, С, Д. Но зачастую у нас у женщин мы настолько все разнообразные, у нас настолько у всех разная грудь и разные размеры, что на самом деле мы не все влазим в этот масс-маркет. Нас подгоняют под белье, а не белье под нас. Занятия с брофитером не прошли даром. Перебрав свой гардероб, некоторые девушки обнаружили там в том числе и неправильные комплекты. А избежать дальнейших ошибок помогут полученные знания, а если возникнут сомнения, то и консультация брофитера.